Музыка Уважаемые любители моих роликов о фотографии! Сегодня интересный, очень небольшой обзор, связанный с новой камерой, которая мне случайно досталась, хотя и доставила мне ряд удовольствий. Речь идёт о лейке CL2 с индексом S, которая больше сориентирована на съёмку видеосюжетов. Ну, действительно, видео у неё не ограничено по времени, и поэтому она весьма привлекательна. Я решил её испытать разными способами, и в фотографическом плане, и, собственно говоря, в кинематографическом. Это камера с относительно небольшой матрицей, то есть у неё всего 24 мегапикселя, и досталась мне в китовом наборе. То есть это с китовым объективом, с зумом 24-70, который, в общем-то, не особыми, как бы, суперхарактеристиками не обладает. Тем не менее, это очень интересный набор, поскольку, ну, во-первых, он намного доступней, чем лейка М10Р. Ну, про монохром я не говорю. Значит, что же я решил попробовать? Я решил попробовать и поснимать. Тем более, что фирма обещает 100 тысяч аса и чувствительность, то есть так же, как у лейки монохром, но при этом в цвете. Собственно говоря, это прощает фирму за небольшую матрицу 24 мегапикселя, хотя обратная засветка, это современная матрица. Мне кажется, что камера с достойными характеристиками, хотя и не с выдающимся может быть разрешением. Я решил начать с очень простых сюжетов, которые, собственно говоря, попадаются нам все время по дороге, по Подмосковью. Куда не поедешь, везде полно канав заросших, особенно сейчас, в первой половине лета они особенно красиво бывают. Ну, я начал, конечно, снимать канав. Ну, рядом с канавами, как вы понимаете, всегда масса всякой живности. Вот, и канава не только украшает, собственно говоря, собой довольно монотонный ландшафт, ну, и собирает немножко всяких зверей, бабочек, мышей, кротов и всех остальных. Вот я бабочку как раз одну и снял. Ну, посмотрите, на максимально возможном приближении с китовым объективом, потом увеличенный кадр, это уже вакадровка. Как видите, с резкостью все у камеры хорошо, и также хорошо и с цветопередачей, что обращает на себя внимание. Обычно у цифровых камер очень плохая цветопередача. Тут мы сталкиваемся с уникальным явлением. Выдающаяся цветопередача действительно очень похожа. Я, естественно, тут же отправился поснимать сосны. Ну, вот сосны и лесная дорожка. А дальше интересных два кадра. Солнце, когда освещено деревья в сосновом бару, освещены, с одной стороны, ярким солнцем, а в другом, когда тень. Вот сравнение двух картинок показывает, что матрица вполне справляется и с такой задачей. Особенно тяжело в сосновых барах эта съемка моха. Он имеет такой выдающийся интересный цвет, а передать его архи сложно. Посмотрите, что получилось. То же самое, наваленные ветки сосен с шишками. Как видите, цветопередача мягенькая, как раз ровно такая, которая есть в природе. Никаких гипертрофированных цветов. Ну и, конечно, интересно посмотреть, как работает камера против света и от света. Ну вот я взял в качестве образца березку, которая растет около Торфянового болота. Я снял сначала ее с маленьким подростом от света, то есть в худшем варианте. А потом, соответственно, и против света. То есть вот два кадра, они в обратном порядке. Один против света, другой от света. Ну понятно, что камера вполне прилично работает и в этом варианте. Ну и болота, конечно, удержаться невозможно. Ну и ландшафты, которые, собственно говоря, лучше всего получаются у всех камер, не только цифровых. Это ландшафты с зеленью без неба. То, чего сейчас очень сложно получить. Я, кстати говоря, никак не корректировал эти снимки. Не изменял их ни яркость, ни насыщенность, ни градацию. Ничего не трогал. Как получается в камере, так вы и видите. Ну и, конечно, есть ландшафты с небом. Как вы видите, лейка CL2S, она их тоже вполне прилично передает. Ну, особое всегда внимание мне привлекают хвощи. Вот, посмотрите, хвощи, сделанный снимок обзорный, и потом увеличенная часть. Да, получаются они даже в тени очень хорошо. Детали передаются фантастически. И нет никаких, собственно говоря, неприятных визуальных эффектов. Камера работает замечательно. Но субъективное впечатление – это одно, объективное – другое. Для этого я снял миру, ну, свою любимую, с множеством цветовых маленьких мир, в которых они еще варьируют по плотности. Что же получилось? Что среднее разрешение, которое практически не меняется от цвета, не зависит от цвета мира, и не меняется по плотностям, и оказалось около 62 пар линий на миллиметр. То есть это очень достойная для зума объективов характеристика. То есть редко у какого зума можно найти такие характеристики. Особенно во всем цветовом спектре. Обычно голубой и желтый выпадают и демонстрируют ужасные результаты. Здесь нет, все очень стабильно. Но вполне понятно, что всегда же хочется еще и посмотреть, как эта Мира будет работать на разных диафрагмах. И я отснял ее от диафрагмы 2,8 начальной до 22, то, что дает зум-объектив. Ну и что получилось? А получилось так, что до диафрагмы 11, за гранью разрешения, то есть больше 62 пар линий на миллиметр, это фрагмент Мира, возникает хроматическая аберрация. А после 11 они исчезают. То есть дифракционных явлений объектив не показывает. И наоборот, при глубоком диафрагмировании позволяет получить более качественную, менее хроматичную картинку, что, конечно, является ее достоинством. Ну и что из Мира еще видно? Это, конечно, бочкообразная дисторсия, которая, конечно, есть в любом зум-объективе. В одних больше, в других меньше. Но с расстояния от 2,5 примерно до 5 метров она у этого зум-объектива выявляется, хотя и не явно. Практически на всех диафрагмах ничего не меняется. Очень мягкая, очень плавная бочкообразная дисторсия, которая, в общем, не портит ничего. Ну, при больше 50 миллиметров с фокуса она исчезает. Ну, вполне понятно, что таким недостатком можно смириться, учитывая все остальные блестящие характеристики. Нужно сказать, что, конечно, такой универсальный объектив, который подарила мне судьба, попробовать хотелось попробовать и на людях. Ну вот, можете посмотреть. Рабочую обстановку настоящих инженеров, которые создают то, чего не было в природе и обществе. Значит, в Институте радиоэлектроники. Вот два портрета, которые создают впечатление об обстановке и рабочем помещении, где люди думают и создают новые приборы. Кроме этого, конечно, как вы понимаете, человек слаб. Я заехал в известный, уже фигурировавших в моих роликах, винный магазин, где, конечно, приобрел живительную влагу. На этот раз мне безумно повезло. И крымский портвейн 1991 года мне достался в виде двух бутылочек. Поэтому могу сказать, что заезд был очень удачным, поскольку потрясающие вкусовые ощущения меня еще ожидают в будущем. Завершая свой скромный ролик, должен сказать, что, конечно, китовый набор Leica C-L2S и Zoom объективы 24-70, он, в общем, своих денег стоит. Вещь уникальная в том смысле, что я еще не встречал полнокадровых камер, за исключением Хасельблада, с такой точной цветопередачей. Ничего подобного я ранее не видел. Кстати говоря, этот ролик снимается тоже этой камерой, поэтому можете тоже насладиться. И величиной контраста с задним фоном, который за мной, ну и моей веселенькой жилеточкой, которая тоже является на самом деле тест объектов в моих экспериментах. На этом, уважаемые господа, до свидания. Желаю вам самых разнообразных фотографических успехов. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok